МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш мир может быть бесконечно удивительным и прекрасным. И для того, чтобы убедиться в этом, порой достаточно сделать один лишь единственный шаг. Сегодня внутренний туризм как никогда в тренде. Школьники со всего Приками уже не первый год доказывают, что малая родина может быть и бескрайней, и многолекой, и такой неизведанной. С 2016 года законодательное собрание Пермского края реализует проект детских туристических маршрутов. В рамках краеведческого конкурса, инициатором которого стал председатель краевого парламента Валерий Сухих, школьники со всего Пермского края представляют свои экскурсионные маршруты. По самым лучшим из них вместе с ребятами отправится и наша съемочная группа. В новом сезоне нас ждет 7 удивительных мест, самобытные народы в рекаме, загадочные истории и невероятные приключения. Все это в самых захватывающих путешествиях через край. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бурлун, как бы сказали коми-пермяки, здравствуйте. Новый сезон и новое путешествие через край. И в этот раз сразу отправляемся далеко. Качевский район, почти 300 километров от краевой столицы. Именно эти места считаются центром обрядовой культуры всех коми-пермяков. Качева – одна из самых северных точек наших путешествий. Столько национальных традиций, обрядов, танцев и песен, пожалуй, не встретишь больше нигде. Но обо всем подробнее мне и гостям из Китая, студентам Пермского вуза, которые отправились в это путешествие вместе со мной, расскажут ученики Качевской школы. Именно они и подготовили эту экскурсию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы узнать коми-пермяков получше, знакомство с ними стоит начинать с истории. Как и где они жили, как одевались и какие готовили традиционные блюда. Ответы на эти и другие вопросы можно найти в местном музее этнографии и быта. Перед вами находится изба конца 19-го, начала 20-го века. Печь в избе играла главную роль. Появилась даже такая поговорка – «плясать от печки», то есть начинать с главного. Раньше для коми-пермяков печка была вообще всем. Здесь готовили пищу, стирали белье и даже мылись. Напротив печки находился красный угол, то есть красивый. Все находилось, получается, в одной комнате. И кухня, и так называемая гостиная, как современное название. После того, как мы изучили все старинное убранство, ребята пригласили меня к столу с традиционными блюдами. Тут и суп луковый, и шаньги ящневые, и чай травяной. Но наше знакомство с кухней начинается с национального напитка. Это наш национальный напиток. Делала я сама, научилась это делать от бабушек. Называется он сур, и делать его очень сложно и очень долго. 12 часов он стоит только в печи. Наверное, оттого он не просто вкусный, но еще и полезный. На что похоже? Ну, на что похоже? Ну, на сури похоже. Ну, давайте попробуем. Попробуйте. По вкусу он напоминает квас, и это не только мы заметили. Наши китайские друзья также успели продегустировать и поделиться впечатлениями. Ого! Спасибо, вкусно! Ну, а меня эту фразу даже успели научить говорить по-коми-пермятски. Запомнить ее нетрудно. Правда, вот с произношением пока проблемы. Качан, часкет, сур. Эх, с удовольствием бы попробовал и другие национальные блюда. Но нужно отправляться с ребятами дальше. Впереди самая интересная часть нашего путешествия. Деревня Пармайлова находится в получасе езды от районного центра. И за эти полчаса мы переместились в самую настоящую сказку. Этот терем уже привлек ни одного туриста, как и различные деревянные скульптуры. Вот принято так у коми-пермяков встречать всех гостей песнями, плясками и национальным напитком. Но прежде чем его выпить, также по традиции было необходимо два раза отказаться и лишь на третий согласиться, что, собственно, я и сделал. Подождите, подождите, не так быстро. Я, конечно, коми-пермятский немного освоил, но не настолько. Однако ребята все объяснили. Это нас приглашают на небольшую экскурсию. Все эти фигуры из дерева – персонажи коми-пермятских сказок. Есть здесь и самая настоящая арка желаний. Надо вот встать вот так вот, загадать желание самое-самое заветное – прикоснуться, и оно должно обязательно у вас сбудется. В таком месте уж точно поверишь в исполнение желаний. Поэтому вместе с ребятами и я решил прикоснуться к волшебной арке. Тот самый терем на самом деле оказался гостевым домом. Здесь регулярно останавливаются различные коллективы, приезжающие сюда на праздники. Здесь же ребята научили нас старинному коми-пермятскому ремеслу создавать красивые рисунки на тканях. Это набойка, которую набивают на ткани рисунки. Потом прикладывали ткани, стукали молотком или просто сильно прижимали. И получался узор. Раньше, когда не было краса, коми-пермяки использовали ягоды. Например, чернику или отвар дубовой коры. В современных условиях наносить узор, конечно, намного проще. Чтобы действительно получилось красиво, нужно очень-очень постараться. А еще необходимо терпение, ведь только на один костюм может уйти несколько дней. Еще пару недель и сарафан любимый будет готов. В нарядах, разукрашенных с помощью набойки, коми-пермяки регулярно устраивали различные игры, водили хороводы и пели национальные песни. С некоторыми из них нас познакомил детский фольклорный ансамбль «Шиндиок». Эх, знал бы я заранее, чем это все закончится. Может быть и сарафан бы успел к этой игре сделать. В общем, веселый народ коми-пермяки. И, как оказалось, очень творческий. Хочется просто снова пуститься в пляс, но все-таки. А что это такое? Эти поляны. Весной коми-пермяки из этого растения готовят пищу. А уже в августе оно служит материалом для изготовления музыкального инструмента. А как на нем играть? Попробуйте. А пока я в десятый раз пытался сыграть на полянах, гость из Китая Шаньшанши заинтересовался местной старинной обувью. Для нас ничего удивительно. Лапти, они и у коми-пермяков лапти. Очень удобно. И тепло. Так что можно и потанцевать. Ну а впереди еще один переезд и самая необычная часть путешествия. Знакомство с древними коми-пермяцкими обрядами. Село Большая Коча. Пожалуй, самое таинственное место Кочевского района. Именно здесь находится одно из захоронений древней чуди, предков коми-пермяков. Наследием которых и являются амулеты пермского звериного стиля. Это у нас люди запечатляли свое видение мира. Вот начало сотворения мира, место человека в этом мире, иерархию духов, богов. А впоследствии они стали играть именно роль амулетов. Нам предстояло научиться изготавливать эти амулеты. Оказалось, все не так сложно. Берем 15-20 грамм воды, гипс, далее заливаем форму и оставляем на 15 минут. А пока будущие амулеты застывают, ребята из Большекочинской школы решили показать нам местный музей. И чего тут только нет. И окаменелости древнего Пермского моря, и берестяные изделия, и вафельница. Да, коми-пермяки раньше пекли вафли. И даже ножницы, которые до сих пор в рабочем состоянии. Это конец 19-го, начало 20-го века. Наши амулеты уже готовы. Далее остается лишь дождаться, пока они окончательно застынут, и можно будет покрасить. Еще несколько оберегов Василий Гагарин предложил нам выбрать на память. Тут и куницы – символ бесконечности, и птица бога, да и сам бог в момент сотворения мира. Молодые люди чаще всего выбирают этот амулет для того, чтобы не тупил интернет. Есть в Большой Кочи и Дом фольклора. Это старинное здание привезли из соседней деревни. Раньше здесь находилась школа, сейчас занимается местный народный ансамбль. Участники которого устроили для нас мастер-класс по национальному танцу – тупитап. Этот наш Компермякский перепляс сохранился у нас именно в Кочевском районе, у северных Компермяков. Может быть, потому что мы ближе к лесу, может быть, ближе к природе. Вперед! Раз! Справой! Обратно два! Левый! Три! На деле ничего сложного. Основное движение заключается в небольших топотках. Главное – это стараться попадать в ритм и веселиться. Есть в Доме фольклора и сохранившаяся Компермяцкая изба. Особенность есть. У Компермяков вообще у нас не было приветствий как таковых у русских. То есть «привет», «здравствуйте» – таких слов не было. Если встречаются Компермяк с Компермяком, они сразу говорят «вот как дела? Куда идешь? К Джолан». Компермяки сразу переходили к делу. Да, сразу. Говорили мы с Юлей на русском, но она также хорошо общается и на Компермяцком. Большая Коча – один из немногих населенных пунктов, где до сих пор этот язык преподают в школе. Начиная с пятого класса по девятый мы учим Компермяцкий язык и литературу. У нас есть предметы. Допустим, ашпарач. Этикинка ашпарач. Качпоса аденола. Гожум шары новье паш. Будь то с и джекола. Ага, и как это переводится? Это, ну, такое стихотворение шуточное про женщину ашпарач. Ашпарач – это парасковье. Впереди, пожалуй, самое необычное. Нам предстоит пройти древний обряд очищения. Я буду читать «Карт-кыв», то есть это заговор. Пропускать воду. Вы должны сделать один глоток и умыть лицо, либо больное место. Проводят такие обряды или у священных деревьев, или у священных источников, либо на священном месте. Это сестен ипшера, сестен ипшера, свала, кыкоща, чешка, вось таби. Сестами, чурберда, кысь чурис, ось жугаси, ось чек, и чеш, и джастян, вынят, вонят, ось жугаси, ось чек. Честно признаюсь, ничего подобного нигде и никогда я не встречал. Пожалуй, именно в такие моменты полностью проникаешься культурой других народов. И даже после этого здесь еще есть на что посмотреть. Парки, скверы, храмы и памятники, которые точно больше нигде не встретишь. У коми-пермяков тут можно узнать очень многое про культуру, про историю, сам язык. Кочевая за один день точно не обойдешь. Вот такой народ коми-пермяки. Самобытный, приветливый и очень гостеприимный. Обряд очищения проходили, сур пробовали, на коме-пермятском говорили, да и уезжаем не с пустыми руками. Узнаете? Известный всему миру пермский звериный стиль. Кстати, это символ бесконечности и путешествий. Так что, если хотите непонаслышке познакомиться с коми-пермятскими традициями, вам точно сюда. Лакте, лакте, как бы сказали коми-пермяки. Приезжайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова